книга открытым оком тема работа том 2 вопрос 776 вы говорите что заповедь божия призывает всех любить и что даже враги достойны жалости а во мне это чувство не возникает когда я смотрю на бомжей мне их не жалко опухших вонючих они лодыри и тунеядцы они паразитируют а мы их должны кормить почему их не подбирают насильно не устраивает на работу когда сообщают что они замерзли где-то у вокзала то мне больше жалко собак чем их отвечает игнатий тихонович лапкин я только что зачитал эту записку как поступила вторая очень расстроила меня записка про бомжей что их не жалко а животных жалко что бессловесные твари мучаются безвинно теперь у меня появилась жалость к тому кто написал записку про бомжей что их не жалко и снова поступила записка первого автора записку про бомжей неправильно поняли там у меня такой смысл что бомжей тоже жалко но меньше чем животных что люди все имеют грехи и может быть за это страдают а животные не могут грешить но тоже мучаются а за что раньше были стенды возле отделов милиции не проходите мимо эта надпись на всем что окружает нас мы из всего должны научиться извлекать опыт каждый бомж был ребенком его любили тетешка ли родители поздравляли с рождением сына или дочери когда-то же он ступил на эту кривую дорожку неужели никто этого не заметил я являюсь создателем детского православного лагеря и его бессменным начальником двадцать восемь лет меня преследуют власти поносят в газетах и по телевидению за жестокое обращение с детьми ну то есть ранний подъем за работу наказание за проступки думаю что если бы эти бомжи когда они еще были маленькими были в нашем православном лагере стане они бы лукавили и хитрили а я бы приучал их работать за один месяц трудно многому научить но все же вообразим что я что-то успел бы и вот не было бы этой загубленной жизни этого человека превратившегося заразную бациллу этого ходячего трупа поэтому я обвиняю школу родители продажные власти они своим дурным воспитанием безбожием породили эти отбросы общества им бы нужно не вылазить от нас перенимая опыт воспитания детей они изуродовали миллионы душ и ни за что не отвечают и никто их за это не судит бомжам ломают ребра в милиции школьники создают свои русские эскадроны смерти как пишут газеты неприметно уводят бомжей из подъездов и убивают а этого всего не было бы если бы детей воспитали по евангелии так как воспитывают у нас детском лагере эти бомжи быть может не одно лето проводили в безбожных лагерях и чему они там научились